В основу нашей сегодняшней беседы я прочту первых два стиха пятой главы первого послания апостола Павла к фессалникицам, и гласят они так. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. В четвертой главе своего первого послания фессалникицам Павел начал тему о втором пришествии Иисуса Христа, и продолжает он эту тему до одиннадцатого стиха пятой главы. Если Господу угодно, то я хотел бы посвятить несколько бесед на эту весьма важную и актуальную тему второго пришествия Христа. Будем молиться, чтобы Господь Сам раскрыл нам эту тайну, дабы мы глубже поняли ее значение. В первых двух стихах пятой главы Павел пишет фессалникицам о временах и сроках, что нет нужды писать вам, братья, ибо сами достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать, то есть как вор ночью. Есть то, о чем нам не только не нужно знать, но что нам даже непозволительно знать. Одно, о чем нам не нужно и нельзя знать, это о дне и часе пришествия Христа. В английском переводе сказано о временах и числах, то есть датах. «Нет надобности мне писать вам». Мне кажется, что Павел тут дает нежный упрек таким, которые были в опасности пасть в искушение предсказывать точное время, день и час пришествия Христа. К сожалению, многие это делали и продолжают делать, несмотря на то, что Христос ясно сказал, что о дне же том или часе никто не знает, ни ангелы на небесах, ни сын, но только Отец. Это Христос сказал Своим ученикам. И тем не менее, последний вопрос, заданный ими Иисусу до Его восхищения на небо, было в связи с пришествием Его о времени, когда Он должен восстановить Царство Израилю. И Спаситель их упрекнул. «Не ваше дело знать времена или сроки, то есть числа или даты, которые Отец положил в Своей власти». Никто о дне или часе Его пришествия не знает, и кто берется устанавливать и назначать время Его пришествия, идет вопреки ясного учения Слова Божьего. Что можно сказать о тех, которые это все же делают, берут на себя то, что не смели святые апостолы? Если ты такой, то значит ты имеешь какое-то никому другому недоступное знание тайн Божьих. Ангелы и архангелы об этом не знают. И ты думаешь убедить нас, что ты знаешь, кто ты, о человек, который взял на себя право, который принадлежит одному Богу. Ты ничто иное, чем безводное облако, носимое ветром, и осеннее дерево, бесплодное дважды умершее. Тебе один выход – смириться перед Богом, покаяться и исповедовать свой грех надменности и заблуждения. Никогда не забудем, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам. Указав сперва о том, что о временах и сроках нет нужды и писать, Павел добавляет, «Ибо сами вы достоверенно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Почему как вор ночью? Мы так привыкли к этому обороту речи, но кому бы из нас и вздумалось даже привести такой пример, если бы сам Господь его не дал? Впервые мы встречаемся с этим выражением из уст самого Спасителя в притче о своем пришествии. «Вы знаете, – говорит он, – что если бы ведал хозяин, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Дальше вы обнаружите, что Петр, ученик Христа, подобно иллюстрирует пришествие своего Спасителя в своем послании. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». Павел в нашем тексте говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. И если мы откроем нашу Библию к последней ее книге, то и там мы найдем тот же образ, употребленный самим Господом. Господь, предупреждая Сардийскую церковь, говорит, «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». И еще в 16 главе книги Откровения Господь говорит, «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». Да, если бы сам Господь не сравнял свое пришествие с приходом вора, то вряд ли нам пришло бы и в голову так проиллюстрировать второе пришествие Иисуса Христа. Но этим Слово Божие еще сильнее подчеркивает неизвестность времени пришествия Спасителя. Вор не объявляет свои намерения, его приход всегда тайн, он приходит украдкой, под покровом темноты. Но вор также приходит с определенной целью, с тем, чтобы похитить, украсть. И наш Господь, когда придет, то Он тайно возьмет с земли Свою невесту, Церковь свою, которую Он купил своей драгоценной кровью. Итак, возлюбленные, мы видим, как несколько раз Сам Спаситель и апостолы говорили, что знать дня и часа пришествия Христа мы не можем, и поэтому нам следует постоянно бодрствовать и молиться, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Но, дорогие мои, хотя мы точно времени не можем знать, есть все же многое о втором пришествии, которое нам следовало бы знать. И вот с тем, что Господь открыл нам в Слове Своем, нам следует тщательно ознакомиться. Это мы и желаем сделать в этих нескольких беседах. Поэтому пусть тот, который вдохновил авторов Библии, сам вразумит нас в разборе этой важной истины. В первую очередь, можем ли мы вообще знать что-либо о будущем? Человек всегда проявлял интерес к завтрашнему дню, и это совершенно естественно и нормально. Все, берущие свою жизнь серьезно, хотят знать что-нибудь о будущем и что будет после этого. Да, даже и те, которые довольствуются жить сегодняшним днем, хотят знать, что будет завтра. Но не только ради самих себя мы ставим этот вопрос. У нас есть те, которые близки нашему сердцу. Какая будущность ожидает наших детей, нашу молодежь? Что вообще ожидает человечество? Есть ли какая-нибудь надежда для нашего и завтрашнего поколения? Дорогие друзья, нам нет надобности ходить гадателям, ясновидцам и колдунам с нашими вопросами или читать гороскопы. Возлюбленный у нас источник знания о будущности, к которому мы можем обратиться с полной уверенностью, что он укажет нам истину. Это слово Божье, Библия. Бог многократно и многообразно говорил человечеству через своих древних пророков, и он говорил через Сына Своего, Иисуса Христа. И то, что Бог открыл для нас, записано в Священном Писании. Тут мы читаем о великих делах Божьих, все, что Он совершил, чтобы спасти человечество. И в библейских пророческих изречениях открываются тайны будущности о том, как Бог Своею властью и силой проведет свой план к полной и окончательной победе. Никогда не забудем, что Библия – это пророческая книга. Известный французский математик, физик и философ 17-го столетия Паскаль однажды сказал, «В христианской религии я нахожу действительное пророчество, а в других религиях я этого не нахожу». В книге пророка Исаии мы читаем, как Бог делает вызов языческим богам, чтобы они сказали, что сбудется в будущем. Слушайте, скажите, что сбудется в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Но эти старые вавилонские боги и идолопоклонники не могли предсказать что-нибудь о будущем, ни одна ложная религия к этому не способна. Один лишь истинный и живой Бог знает будущее, и Он ничего не делает, не открыв свои намерения своим слугам-пророкам. Пророческие предсказания Священного Писания являются сильнейшим доказательством, что Бог Священного Писания есть истинный и живой Бог. Поверьте, что если историки могли бы доказать, что библейские пророчества были неверны, то враги Священного Писания это сделали бы известным. В течение сотен лет противники Слова Божьей пытаются найти ошибки в Библии. Если Библия не была бы книгой истины, как просто было бы доказать это? Но никто еще этого не смог сделать. Дорогие мои, в Библии мы имеем книгу, которая в самых малых деталях предсказывает грядущие времена. Но она не только предсказывает о малом, но и о великих событиях в истории человечества. Библейские пророчества, можно сказать, являются мировой историей, написанной навперед. Самым удивительным путем библейские предсказания буквально исполнились и продолжают исполняться сегодня и будут исполняться в будущем. А это говорит, что Библия – божественная книга, она богодухновенна. Человек не может предсказывать грядущие времена, он даже не может сказать, что будет завтра. Кто из нас в состоянии сказать, что произойдет в мире в течение, скажем, пяти лет? Самый осведомленный политикан или знаток истории не может хотя бы с малейшей уверенности предсказать, что будет завтра. И невольно возникает вопрос, как объяснить, что эти ветхие пророки все же могли предсказывать будущее? Что способствовало им писать истории наперед? Есть один только ответ, и его дает сама Библия. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это Бог говорил через них, поэтому мы можем знать, что Библия является Словом Божьим. Возьмите пророческие изречения о Христовом Первом Пришествии, с какой детальностью и ясностью предсказано было в Ветхом Завете, начиная от его рождения и вплоть до его последнего дня здесь на земле. И, дорогие мои, точно так же, как было предсказано о его Первом Пришествии, так предсказано и о его Втором Пришествии. Следует сказать, что о Втором Пришествии в Библии сказано больше, чем о Первом. Так что Библия говорит много о Втором Пришествии Христа, и при том с большой детальностью. И точно так же, как исполнились пророчества о его Первом Пришествии, исполнится пророчество и о его Втором Пришествии. Да, возлюбленный, Христос грядет. Не думайте, что сегодняшние мировые события случайны. У Бога есть определенный план для нашего мира и для всего человечества, и этот план разыгрывается перед нашими глазами. Бог руководит всеми событиями и ведет все вперед к определенной цели. Пришествие Христа таким образом будет следующим великим событием и, возможно, в нашем поколении. О дне и часе ведает один Бог, о чем мы спекулировать не смеем, ибо день Господень так придет, как тать ночью. Однако Слово Божие дает обилие признаков, по которым мы можем знать, что пришествие Спасителя близко. Сегодняшние мировые события являются таким признаком. Слушая Христово изречение о своем пришествии, ученики поняли, что признаки конца века и его пришествия те же самые. «Скажи нам, когда это будет?» – спрашивали они. «И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Возлюбленные, хотя мы дня и часа пришествия Христа не можем знать, но по признакам, данным самим Христом, о своем пришествии мы знаем, что оно очень близко. Для одних пришествие Христово будет во спасение, а другим – грядущим гневом. Для одних – утешением, а для других – страшное ожидание вечного суда. Мой друг, если ты принадлежишь к второму разряду людей, то обратись к Богу, покайся, отставь свой грех и начни служить Богу живому и истинному, и тогда ты с радостью будешь ожидать Сына Его с неба. Он умер и воскрес ради твоего спасения. Он сегодня предлагает его тебе. Прими его, пока не поздно, ибо день Господень так придет, как тать ночью, без объявления и без предупреждения. Дал бы Господь, чтобы ты был тогда одним из ожидающих и желающих Его пришествия. Аминь.